На Средний Урал доставили картины знаменитых художников 20 века. Подлинники Дали, Пикассо, Шагало и многих других скоро выставят в музее Уральского архитектурно-художественного университета. Подробнее об экспозиции расскажут мои коллеги. Надев белые перчатки, коллекционер Павел Башмаков аккуратно извлекает из ящика люксембургский сад Жанна Корзу. Армянский живописец, впрочем, как и все авторы, чьи работы здесь находятся, представитель так называемой Парижской школы. Принято считать, что Парижская школа начинается с 1900 года, когда в Париж еще никому неизвестным приезжает Пабло Пикассо, который в Париже становится Пабло Пикассо, как мы его привыкли называть именно на французский лад. Пабло Пикассо тут тоже есть, а еще Матис, Дали, Жемякин, Кандинский, Шагал, Леже, Миро и многие другие. Всего более 30 ведущих мастеров Парижской школы. Это не картины маслом, работы в большинстве своем графические, выполненные на бумаге ручной выделки. Работа Салмадора Дали, которая называется «Ананас», это самая популярная работа этой выставки. Это просто по соцсетям, по количеству выставленных селфи, по количеству фотографий, вот это номер один. Но если Дали или Же известны многим, то другие имена в России не на слуху. Не секрет, что из нашей страны в Париж уехало и не вернулось большое число художников. Ланской, Пуни, Терешкович, Пожидаев. Еще одна фамилия в этом ряду – Александр Алексеев, мастер, развивавший в 20 веке технику афорт, разновидность металлической гравюры. Если француза спросить, какой французский художник, самый выдающийся иллюстратор, то они скажут «Александер Алексеев». Вот они его считают своим. Одно из моих, я считаю, таких миссий – это возвращать эти имена в Россию, потому что действительно он великий француз, но абсолютно безвестный русский, о нем никто не знает. Владелец коллекции Павел Башмаков признается, что не отвечает лишь на один вопрос – сколько стоит та или иная работа. Ведь дело не в цене, объясняет коллекционер, а в том, что этими полотнами можно показать разнообразие стилей и художников 20 века. Именно такой подарок делают к 300-летию столицы Среднего Урала. Виталий Мотин, Алексей Вербицкий, Новости, Первоуральск.